Задача номер 3.2, которая формулируется так. Даны у нас... Даны у нас... Чего такое? 2. Шарика. Массы известны. Что они медные известны. На расстоянии 1 метр находятся. Расстояние известно. И суммарный заряд электронов отличается на 1%. То есть надо найти, сколько у нас содержится... Электронов... И... Протонов. В... В... Одном килограмме... Одном грамме... Медя. Поэтому... Мы... Делаем так. Нам дано... Н... Или дано... Дано, что это у нас медь. И надо найти... Н... Протонов... Электронов... Которые естественно равны друг другу. Поэтому мы что делаем? Мы ищем... Что такое медь? Какую у нее малярная масса? Малярная масса у нее мю. Если мы массу делим на малярную массу, то мы узнаем число молей. В одном моле содержится число вагадра. То есть M разделить на мю умножить на число вагадра. Это у нас будет... А! И умножить на Z. Это у нас порядковый номер. Порядковый номер в периодической таблице. Порядковый номер меди. Как-то бы надо изменить масштаб. А без мушки как это сделать, я что-то не очень представляю. После того, как мы найдем количество протонов, мы... Поскольку отличается у нас... Будет отличаться количество электронов, количество протонов на 1%, то мы умножив число протонов на 0,01 умножить на число протонов будет у нас... И умножить на заряд электронов это будет заряд каждой из этих частиц. Если у нас больше будет протонов, то это будет плюс Q. А если это будут электроны... Если больше будет электронов, то это будет минус Q. В любом случае они будут отталкиваться. Сила отталкивания записывается по формуле К, Q в квадрат, одинаковые заряды, разделить на L в квадрате. Так, если посмотреть, сравнить с ответом формула, то у нас будет 0,01. Число протонов это M на число А в Агадро на порядковый номер медиа Z делить на малярную массу делить на 4P и опсимон с нуликом это коэффициент K и делить на L в квадрат. Вот такой ответ. Продолжение следует...